Какая же ярмарка до бестеатрализации? Детей и их родители прямо на входе увлекали красочные мультяшные герои. После развлекательной программы «Добро пожаловать в фойе», где расположились самые разные студии. День открытых дверей в городском культурном центре проводят ежегодно. Количество желающих записать своих чат в студии ГКЦ только увеличивается. Занятия для ребятишек, для нынешней молодежи нашей. Путь чем заняться, чтобы в свободное время занимались хорошими делами. А ходить здесь действительно есть куда. Однако наряду с этим существует и большая проблема, с которой руководство ГКЦ борется не один десяток лет, обветшавший концертный зал. Если его отремонтировать, детям будет, где показывать результаты своих достижений в творчестве и устраивать праздничные мероприятия. Пока же приходится помещение арендовать, говорит Галина Осипова, художественный руководитель центра. Мы надеемся, что обратят внимание власти на нашу проблему и посодействуют жителям железнодорожного района, потому что у нас очень большой поселок ЛВРЗ. И это единственное культурно-досуговое здание, учреждение, где могли бы отдыхать, развлекаться и дети, и взрослые, и пожилые. Для капитального ремонта концертного зала требуется 300 миллионов рублей. Увы, таких денег руководству ГКЦ самим не собрать. Отметим, сегодня здесь занимаются более 400 детей, а чтобы делать это полноценно, им не хватает лишь одного – собственного концертного зала. Дарья Белоусова, Сергей Устинов, Новости дня.